Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. В детстве я ненавидел супы, искренне не понимал, почему их надо есть. Затем немного подрос и с удивлением заметил, что если хотя бы один раз за пару дней не съем тарелку какого-нибудь супчика, то мне становится откровенно плохо. Вот такие странные метаморфозы происходят с организмом. Чаще всего я готовлю рассольники, затем идет духа. Третье место делит между собой борщ и солянка. На четвертом, наверное, грибные супы лапша или с клетками. Но недавно проникся одним совершенно потрясающим грибным супчиком. Он очень простой, но дико вкусный. Причем любители посчитать БЖУ, баланс белков, жиров, углеводов, могут праздновать. Несмотря на то, что суп грибной, то есть он без мяса, с БЖУ все в порядке, потому что в нем много фасоли. А она, между прочим, содержит аж 25% белков. Для сравнения, в говядине, к примеру, белка всего 26%. 1% разницы. Поехали! Готовим суп всего из 5 ингредиентов. Считайте сами. Грибы, фасоль, лук, морковь, сельдерей. Причем сельдерей можно не использовать. Нужно нарубить лук помельче и отправить его в масло, в кастрюлю с толстым дном. И пока он обжаривается, напластать грибы. У меня шампиньоны, и это важный момент. Используйте именно шампиньоны. Этот гриб хорош тем, что при сильной обжарке приобретает очень мощный такой аромат. Резкий. Главное не сжечь. Лук уже дал сок, можно и грибы добавить. Не переживайте, грибы ужарятся, очень сильно осядут. Процесс обжарки грибов, тем более такого количества, затянется минут на 30, а то и на 45. Сначала они дадут сок, потом этот сок выкипит, и только после этого нужно будет убавлять огонь. Периодически, во время всего процесса, надо помешивать, чтобы грибы не сгорели. Я пока нарежу моркови довольно крупными кусочками. Теперь тот самый необязательный ингредиент – стебель сельдерея. Можно и без него приготовить, но с ним, конечно, вкуснее. Вкус богаче, что ли, становится. Как тут грибы? Видите, уже дали сок. Остается обжарить морковь сельдереем, дождаться окончания обжарки грибов, и можно собирать супец. Все в нужной кондиции. Видите, кстати, как грибы потемнели. Красота. Собираем супчик. Теперь лавровый лист, перец и соль. Сейчас закипит, проварю минут пять, и все, можно садиться за стол. Конечно, не обязательно использовать консервированную фасоль. Можете сухую взять, но ее замачивать на восемь часов, потом варить часа два. А сконсервированный – все за час максимум готово получается. Он очень ароматный и дико вкусный. Ну-ка мне сюда ложечку. Обалденно насыщенный вкус. С кислинкой, которая дала сметана. С ярким вкусом грибов. Вот шампиньоны обычно готовят, либо совсем не готовят, либо полусырыми потребляют, и потом удивляются, что у них ни вкуса, ни запаха нет. Естественно, в таком состоянии нет ни вкуса, ни запаха. Но шампиньон вот таким макаром обжаренный, уже сильно, до резкого сильного запаха, прибывает очень яркий вкус и аромат, как я уже сказал, просто песня. Слушайте, обалденный супец. Просто готовится. Всего пять ингредиентов. Не нравится сольдереем, уберите его, будет вообще четыре ингредиента. Просто супер. Ну, масло, соль, перец я не считаю, понятно. Считаю, что постное масло, соль, перец в каждом доме должны быть. Короче, готовьте и наслаждайтесь. Тем более, таким протеиновым супчиком. Без мяса, ну, как будто с мясом. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, репосты. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок